Всем привет! Сегодня я хочу ответить на очень интересный вопрос. В чем разница между мужским и женским оргазмом? Насколько женский оргазм ощущается сильнее? И здесь я хочу обратиться немножко к статистике и к исследованиям. Вот смотрите, женская и мужская сексуальность от природы очень отличаются. И если опираться на исследования, то в среднем мужской оргазм длится от 10 до 15 секунд. Продолжительный мужской оргазм доходит до 30 секунд. Женский оргазм длится в среднем 20 секунд. Продолжительный женский оргазм длится до 2 минут. Если опираться на длительность оргазма, то уже, конечно, понятно, что женский оргазм в длительности намного длиннее. Потом еще есть некое исследование о том, что, например, женский клитор содержит 8000 рецепторов, что в 50 раз больше, чем на мужском члене. И мы тоже должны это учитывать, потому что все-таки количество нервных окончаний и рецепторов, которые будут раздражаться и возбуждаться во время полового акта, они тоже добавляют, конечно же, ощущения. Еще, если брать такой факт, что во время одного полового акта мужчина может испытать один оргазм, что совершенно противоположно тому, что может испытывать женщина. Потому что женщина во время одного полового акта может испытать множественные оргазмы, волновые оргазмы, входить в стадию такую оргазмическую, которая может длиться несколько даже минут вот таких вот непрекращаемых состояний. Если отвечать на вопрос, чей оргазм ощущается сильнее, то, конечно, женщинам от природы повезло намного больше, чем мужчинам. Если смотреть с точки зрения оргазма, если смотреть с точки зрения сексуальности, то мужская сексуальность раскрывается намного быстрее и намного легче, чем женская. Вот в возрасте, например, 18-20 лет не каждая девушка может уже испытывать яркие оргазмы, а то и множественные оргазмы, что нельзя сказать про мужчин, потому что мужчины в этом возрасте уже достаточно давно знакомы со своим оргазмом. И если брать, подводить итог мужской и женский оргазм, то проживаемость женского оргазма, конечно, ощущается ярче, интереснее, насыщеннее, чем мужской оргазм. И если брать саму сексуальность, то женская сексуальность намного сложнее. То есть, например, учитывая все показатели, которые есть, и насколько женщина одарена от природы в плане своей сексуальности, то раскрывается ее сексуальность намного сложнее, чем мужская. И этот факт тоже нужно учитывать. То есть, кому из нас повезло больше, неизвестно. Мы просто разные, и ощущения у нас разные, и сексуальность у нас разная. Также мы должны не забывать о том, что мужчины тоже могут развивать свой оргазм. То есть, можно говорить о том, что мужчина может просто закончить половой акт эукуляции, и все. А может испытать еще тоже очень глубокий такой вот мозговой оргазм. То есть, это совершенно другие ощущения. Поэтому мужская сексуальность тоже раскрывается, развивается, и может, так сказать, переходить на новые ощущения, на совершенно более глубокий уровень проживаемости самого оргазма. Задавайте ваши вопросы, ставьте лайки, пишите комментарии, и я буду отвечать на вас дальше.